Эта эмиссия должна быть готова с хорошим вином. Шадоу Вартелли, спонсору генералу проекту. Люди — это главный ресурс бизнеса. За 16 лет работы в этой сфере я прошел, извините за выражение, за столько говна. И столько плохого отношения. И никогда не забуду, как у меня не было времени покушать, либо мы где-то ели в каком-то складе с сыром с мышами, когда я работал еще официантом. Выходил в зал, и мне администратор говорил, «Дмитрий, улыбайтесь, улыбайтесь». Как я могу улыбаться, если я ненавижу эту работу и все, что с ней связано? Наша проблема в том, что мы застыли на месте и не понимаем, почему к нам не едут туристы. Потому что то, как мы предоставляем на данный момент нашу культуру, значит, что это не работает, значит, нужно что-то менять. Значит, не такие же мы и классные. Главное, я хочу увеличить поток туризма в Молдову. Я считаю, что наша страна абсолютно незаслуженно обделена туристами. Я хочу, чтобы гастрономия стала как раз вот этим рывком, ради которого люди приезжали, то есть пробовали нашу кухню, и самое главное находили свой именно вкус, молдавский вкус. Я считаю, что у нас есть свой вкус. Вот брынза, чеснок и баклажаны – это чисто молдавское. Это чисто молдавское. Или вот эта юшка – это чисто молдавское. Или ржаной хлеб с сливочным маслом, с брызгой, сладким чаем. Это чисто молдавское. Скажите, что это не молдавская кухня. Я очень хочу, чтобы новое поколение шефов молодых, они отталкивались от наших продуктов, а не от итальянской, французской или еще какой-то кухни. То есть они создавали новую кухню. Кто-то когда-то же придумал заму и плацинды. Но спроси любого молдавана, кто это сделал, никто это не знает. Спроси любого француза, кто придумал десерт тартатан. Все это знают. То есть почему не создавать новую кухню? Почему? Время пришло. Субтитры создавал DimaTorzok Я не считаю себя гением, что я чего-то добился, абсолютно ничего не добился. Из-за того, что я хотел бы на данный еще момент. Но я думаю, чудаки, люди, которые со мной работают, подтверждят. Надеюсь, в хорошем смысле этого слова. Я вижу, что у нас в Молдове очень многие живут в таких рамках и друг друга просто копируют, боятся что-то пробовать новое. И всегда все говорят, что рынок не готов. Я говорю, нет, это не рынок не готов, это вы не готовы. Только вы не готовы. У вас в голове эти рамки. И люди, особенно, которые сидели постоянно в одной стране и не уезжали никуда, они думают, что вот это болото наше, то есть, в котором мы там барахтываемся, это и есть конец света. Нет, нужно выезжать, открывать рамки, пробовать что-то новое. Только так мы можем развиваться. Сейчас я вижу его уже как такого взрослого мужчину, который, как говорится, вижу цель, не вижу препятствий. Он очень много работал, трудился, и все, что у него есть, оно достигается большим трудом. И для нас он большой пример того, что когда человек хочет, он этого добивается. Я хочу, чтобы повара у нас в Молдове менялись. Я хочу, чтобы новое поколение было не таким зашоренным, как старые наши повара. Я хочу, чтобы они любили продукты. Я хочу, чтобы они понимали, что пора готовить из наших продуктов, а не заказывать постоянно авокадо, моцареллу, пармезан. Хватит, хватит. Уже поддерживать другие экономики. Вот, наша страна, господи, если каждый ресторан построит хотя бы себе мини-ферму, то есть, уже скольким людям будет работать. У нас свои букеты с утра. Сейчас смотрите на это. Фантастика. Родился в Кишиневе. Первые 7 лет жизни мы прожили поселок городского типа Добружа, это возле аэропорта. И, наверное, тогда мне уже понравилось жить возле земли, жить за городом. Моя мама фармацевт. Мой отец, кстати, начинал его первое место работы, был официантом, как и у меня. Видно, гены – это страшная вещь. Потом он открыл заведение, как и я. То есть, видно, я пошел как-то по его стопам. Он очень хорошо готовил. Его фирменное блюдо всегда это было курица в белом соусе. Все каникулы, конечно же, мы проводили у бабушки в центре. Мы играли там в футбол целый день, прибегали домой. И я, конечно, забегал в первую очередь на кухню. Она всегда ругалась, где ему мои руки? И всегда передо мной стоял такой бутерброд из серого хлеба, я помню. Франзелуция, такой серый круглый хлеб был. Брала, намазывала такое домашнее сливочное масло. И соленую, соленую вечную брынзу, которая просто там воняла за километр. Ну, воняла в хорошем смысле. Я помню, я это ел, она всегда делала сладкий чай. Помню, у меня дедушка любил очень сладкий чай. Не знаю почему, он думал, что все его любят. Он делал всем сладкий чай, чтобы могло все слипнуться. И я вот это, конечно, это такое умами, как говорится, это когда у тебя все вкусы взрываются во рту. С утра просыпаешься, так выспанный, такой часов в 9 утра, и уже пахнет готовыми сырничками или оладушками. Она любила вот такое, что-то нам делать, что-то побаловать. Или ленивыми варениками там из творога. То есть такое вкусное. То есть у нас уже с детства мы привыкли вкусно кушать. Особенно Дима, конечно, все это дело любил. Я убегал с уроков, как и все. Я плохо учился в школе очень. И я помню, у меня был друг Сашка. И мы прибежали домой, и он мне говорит, Дима, у меня есть отличный рецепт омлета с помидорами. Я говорю, ну давай. Мы вместе начали готовить. И все закончилось тем, что вызывали пожарных. Мы чуть не спалили весь дом. Вот это был мой дебют. Мама пришла с работы, вся кула была черная. Я не выходил из дома где-то месяц. Но я понял, что начало положено. Но у меня никогда не было мысли, что я стану поваром. То есть я не буду врать. Я мечтал быть полицейским. То я мечтал быть там бандитом в 90-е, там в 2000-е. Но это было круто, тем бригада там. То есть у меня никогда не было вообще таких мыслей. Так, и что у вас здесь, орлы? Надо большие. Вот перчики наши подрастают. У нас как раз тут вот наши бэби-баклажанчики. Мы их запекаем в гратаре, подаем к мясу, к рыбе. То есть меню нам пишет природа, что есть сейчас на земле. Мы идем, собираем и думаем потом, что из этого приготовим. Мне кажется, круче этого я не знаю, что может быть. Начал работать 14 лет. То есть я не хотел просить постоянно там у мамы, папы деньги на карманные расходы. По ночам мыл машины, днем я учился в школе. Это был 9-й еще класс. Потом я работал курьером. И в 16 лет меня затянуло в общепит. Я начал работать официантом в ночном клубе. За месяц я там почти посадил свое здоровье. И уже в 16 лет я начал работать. Было такое заведение Green Hills Mistral, у нас Тефан Чалмари. Это было в то время такое эпическое центральное место, когда приходили все шишки, все иностранцы. То есть такой топ-топ был. И там я понял, что такое на самом деле работа, и как зарабатываются деньги. Я познакомился с девушкой, мы уехали в Одессу. В 18 лет я одолжил там, не помню, 300-400 долларов у мамы. Я сказал, мама, я влюбился, мы едем зарабатывать на свадьбу. И вот это было первое началось мое приключение в жизни. В 18 лет я начал жить в новой стране, в новом городе. Это было мега-мега круто на самом деле. Люди и отношения, они очень быстро проверяются в сложностях. Мы потом быстро расстались, поэтому это было отлично. Там я продолжил работать официантом. Я попал в ресторан, он назывался «Бульвар». Сейчас его уже нету. В тот момент он входил в «Семерку» лучших ресторанов Украины. То есть это был лучший ресторан в Одессе. То есть там приходили все звезды. Тоже был очень классный опыт на самом деле. Я честно очень вспоминаю, скучаю, наверное, за тем временем, потому что я считаю, что работа официанта – это лучшая работа в мире именно для старта. Если мои дети когда-то спросят «Папа, с чего начать?», я скажу «Еди на официанта». Официант – это человек, у которого очень должно быть много на самом деле способностей. Он должен быть хорошим психологом, он должен уметь коммуницировать с людьми, он должен уметь решать конфликтные ситуации, он должен быть хорошим актером, потому что все гости приходят с разным настроением. Это офигенно на самом деле, я считаю, экспириенс. И меня очень много бы он научил в плане коммуникации с людьми. В общем, я проработал в Одессе в общей сложности 4 года. Это были такие юные, бурные годы, где были тусовки до утра, Аркадия. Это, наверное, те годы, которые нужны мужчине, когда он должен нагуляться. Это был такой период. Я заработал денег и приехал в Кишинев. Мне попалось место. На тот момент мне казалось, что оно идеальное, конечно, потому что оно было дешевым. Только потом я понял, что, наверное, это было худшее место в Кишиневе, которое могло быть. Я арендовал, и вот тогда я в 22 или в 23 года открыл собственное заведение. Это было на Бернардаце. Это было такое кафе банкетного плана. Я наделал там все ошибки, которые только можно было делать. Мне казалось, что я такой крутой. Приехал из Одессы. Я все знаю, я все умею. Сейчас у меня будет забито с утра до вечера. Оказалось, что я ничего не знаю и ничего не умею. Это я понял уже потом. И вот тогда у меня начали закрадываться мысли, что у меня есть проблемы, даже главное не в этом, а в том, что тяжело в Молдове найти хорошего шеф-повара. То есть это либо нужно платить какие-то сумасшедшие деньги, которых у меня не было, потому что у меня не было оборота, либо нужно было самому им остановиться. Я начал смотреть очень много кулинарных передач. Кстати, и как бы ни ругали Джейми Оливера, вот именно благодаря нему, на самом деле, я полюбил готовку. Не благодаря Гордону Рамзи, там, кому угодно. Потому что он, на простом языке, показывает что такое, на самом деле, да. И да, это любовь, это простота, это не дорогой фарфор, это не официанты во фраках. Педомитру лам куноскут 7 лет, в кадре у нас интервью, у нас эмиссиона, где я готов, где я вкусил, и мне понравилось. И мне понравилось, что я сказал, что это человек, создавшийся для телевизиона. И в последний момент я увидел, что у меня вышла, оставшийся, оставшийся все. И, как будто, я удивлюсь, что у людей, которые у них уважают, чтобы все оставшиеся, и мы могли бы сделать этот выход сюда. Мой лучший друг, Рома, его зовут. Он живёт уже 10 лет в Франции. Он был профессиональный теннисист, играл большой теннис. Он играл турнир в Лионе, в гастрономической столице Франции. Он его выиграл. И на праздничном фуршете он познакомился с девочкой-официанткой Таней, француженкой. У них там закрутилась любовь-морковь. И она ему сказала, типа, оставайся во Франции, давай там семью создавать. Но единственное, говорит, тебе нужно остановиться в профессиональной карьере, потому что я хочу, чтобы ты был здесь. И вот он ради любви бросил карьеру на пике. И она его устроила в этот же ресторан, где они познакомились с помощником повара. Он приехал ко мне в гости. И я тогда работал, то есть проходил стажировку в ресторане. То есть я сдавал на диплом кулинарный тоже. И проходил стажировку в ресторане. И он мне попросил поработать со мной по несколько дней. Я попросил шефа, пришел, если можно. И то есть он разрешил. И вот Дима со мной работал 3-4 дня. После этих 3-4 дней он сказал, все, я любыми способами перееду во Францию. Заходит шеф с ящиком продуктов, ставит на стол. У меня там была такая доска, знаете, как в офисе. Он пишет те продукты, стоит такой, смотрит, смотрит такой. Ага, сегодня приготовим вот это. Я говорю, опа, подождите. То есть у меня после Молдовы, там страны СНГ и Одессы, у меня случился культурный шок. А где же меню, технологические карты, калькуляции, где это все? Ты что? Бандит, хулиган. Оказывается, что есть такое понятие меню дешеф. То есть меню дня, меню дежур. То есть когда каждый день шеф готовит что-то от себя, чтобы не сойти с ума уже от села Цезаря и греческого. Я такой, вау, так можно было? То есть я понимаю, что кухня, это как лаборатория художника. У тебя есть краски, это твои продукты. Ты можешь каждый день что-то придумывать. Я такой, я понял, вот, я хочу во Францию, я хочу учиться. Я понимаю, что я могу здесь реально развиться. Шеф этот первый, я тоже его не забуду. Он там за день выпивал по две бутылки виски, танцевал на кухне. То есть мне казалось, что шеф, он должен выглядеть так. Вот этот шеф, который меня взял на пару дней, типа, посмотреть, как они работают. Он в один день мне говорит, типа, Дима, что ты хочешь делать дальше? Я говорю, ну вот, я хотел бы приехать, поучиться. Я говорю, Франция, это же мечта, наверное, любого повара. Он говорит, да, смотри, у меня летом есть, типа, мы линдуем ресторан в Сан-Тропе, типа, на юге Франции, типа, хочешь, типа, помощником? Я такой, да, конечно, все. Я думаю, вау, типа, как ты ко мне подфартила. И вот я уезжаю с этими мыслями, у меня французы, это еще те сказочники. Я ему каждый день звонил, звонил. Он говорит, да, 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 позвони завтра. Я понял, что ничего не получается, раз он не звонит, поработай, может, потом он мне позвонит. Я уже взял заказы, взял уже авансы за новые проекты, как раз лето подходило. И тут он мне звонит в конце мая. Он говорит, ну что, ты прилетаешь? Я такой, блин, ну, как, типа, документы, давайте какое-то разрешение. Я не знал, честно, абсолютно, у меня не было тогда никакого паспорта, только молдавский. Тогда еще не было без вызова даже режима. Он говорит, приезжай на месте, разберемся. У меня в голове все вот как-то разложилось по полочкам. Я просто ставлю объявление на продажу ресторана, я все продаю. Я просто беру этот словарь, французский, вообще по-французски не говорил. Я собираю две пары трусов, я беру билет, и я улетаю. Я помню, я приезжаю в Сан-Тропе, я в шоке, я по-французски вообще не говорю. Нож не умею держать в руках. Приезжаю, море, я такой, вау, классно, там ресторан. Мне показали, типа, где я буду работать. Я просто, ну, у меня взрыв. То есть жизнь вот так меняется, там, буквально за два месяца. А там, если ловят нелегала, там 30 тысяч евро штраф до закрытия, вплоть до закрытия ресторана. А мне 5 тысяч евро штраф и депортация на 5 лет, но, скорее всего, это уже никогда я в Европу не заеду. Я в шоке, считай, в Молдове там все я закрыл, этот бизнес закрыт, что делать? У каждого человека посылает ему бог англо-хранителя. И у меня был в этом ресторане администратор, он зовут Оливье, сейчас мой очень хороший друг. У него очень была сложная судьба, он был долго эмигрантом, он жил в Мексике нелегалом. Все французы, они сразу отвернулись от меня. Он подошел, меня позвал к себе домой, накормил меня ужином. И говорит, Дима, смотри, у тебя есть сейчас два варианта. Жевать сопли, уехать в Молдову и сказать, что французы все козлы. Он говорит, и в принципе ты будешь прав. Это сказал француз. Он говорит, либо стукну сейчас по столу, одеть завтра шорты и майку, и пройти по всем ресторанам, которые могут быть. А вдруг? И он просто мне написал фразу, я до сих пор ее помню. Bonjour, je cherche в Хавай, je parlez de comment, je parlez de comment, je parlez de comment. То есть в переводе, здравствуйте, я ищу работу, у меня нет документов, я могу работать без выходных. А еще, je parle pas français. Не говори по-французски. Короче, тот день тоже, наверное, был такой один из переломных, потому что я пешком прошел все побережье, где-то прошел в районе 30 километров за день по жаре. Мне, конечно же, все отказали. Я сгорел, я помню, я просто, у меня температура была, мне так было дико обидно. На следующий день я улетел. Я летел в самолете. Я впервые, наверное, старался как-то закрывать глаза, потому что я реально сидел просто ревел. Мне было настолько обидно, что, знаете, это как ребенку на день рождения дают подарок, который он долго ждал, и потом говорят, ну, извини, типа, все. Я помню, у меня в голове вот такая фраза сразу как-то сработала. Я сказал, я вернусь, я им еще покажу. Я возвращаюсь в Кишинев на год, я делаю документы, я начинаю учить французский. Ровно через год я приезжаю в этот же ресторан, и я там работаю. Работаю помощником, я мыл посуду, то есть я начал, то есть здесь я такой крутой, у меня была своя фирма, ресторан, то есть все, там, меня все знают, такой крутой. Ну, знаете, как ты, царёк делевый. Я приезжаю, я понимаю, что ты там просто, ну, извини за жига. Дин постырь и его рассказы, я поняла, что это началось очень внизу, чтобы получить новый результат, чтобы работать вместе с самых большим бухтарами и шефами людям. Помню, он заходил на кухню, там, что-то там сделал и ухотил. И оставалась такая гора посуды. Кухня была, наверное, как у меня туалет дома, там 2 на 2. Там ни кондиционера, ничего. Но это был караул. И жара на улице, жара. Я помню, я драйву у тебя кастрюля. У меня в голове постоянно мыслить, Дима, что ты здесь делаешь? Что ты здесь... Зачем это тебе? Типа розовые очки снимаются. Я представлял себе, французская кухня. Там повара в белых киселях, в этих токах. Там будет высокая гастр... Я понимаю, какой же ты был идиот, Дима. Ну вот, наша гордость. Ферма. Это мечта любого повара. Это была моя давняя мечта. И, наконец, я ее осуществил. С утра приходить, собирать своими руками продукты. Я не знаю, что может быть круче. Но для меня это очень важно. Кроме фасоли, у нас кабачки. Мы в прошлый месяц готовили цветки цукини. Паршировали тремя видами брынзы. Это дико вкусно. В Италии это деликатес. У нас в Молдове люди еще это не очень понимают. Но куда мы им даем? Они говорят, что это? Я говорю, это цветки вы поели. Они такие, о, классно. Перед тем, как я уехал во Францию, я в гугле просто сделал два запроса. Лучшая кухня мира мне выдала Францию. Второй был запрос. Лучший повар мира мне выдала Поль Бакюс. Поль Бакюс, это папа римский гастрономии мировой. Лучший повар 20 века. И он оказался в Лионе, его ресторан. Я подумал, наверное, карты совпали, раз мой лучший друг там живет. То есть первое время он мне поможет. Все поставил цель попасть к Поль Бакюсу. Самая была сложность. Первая это язык. Потому что, когда, допустим, делаешь заготовки, ты можешь спросить, что ты не понял, да, допустим, что это, как это. А когда начинается сервис, то есть непосредственно, когда приходят гости, начинают выходить заказы, бегунки, там уже никто не смотрит, ты иностранец, либо нет. Ты работаешь, как все, это не стажировка, что там с тобой играются. Ты работник, тебе платят деньги. И, конечно, первые полгода это было очень-очень сложно, потому что на меня постоянно кричали. Иногда даже не понимал, что мне кричали. Я просто говорил, вы шеф. То есть тогда я понял, что такое вы шеф. Это неважно, шеф прав, не прав, просто вы шеф. Я не целес, я все равно говорю, Клар. Комментируешь в голову, который я спуску окей. Олег, все останавливаем на сервис. Олег! Саша, все оставляй. Сюда! Оставь, да, Кнусь, куда шеф. Что вас, Бар? Ты, конечно, трезер спонс, а я взят на язык. Все, так же, я вас, Антон, Блеб, который, что будет трезер спонс, да. То есть он залез, то есть, мы все организовали дисциплина, и это очень-очень важно. Он звонил, говорит, он работал в Сантропе, это юг, там жарко, тоже, как у нас, благо там хоть море есть. Ресторан крутой, известная, кухня там небольшая. Он работал в горячем цеху, это вот эти мощные профессиональные плиты. Он говорит, у нас градусов 50-60 здесь. Сегодня коллега упал, потерял сознание, молодой парень, у него там дочка, жена, его увезли на скорой, его там что-то парализовало. То есть это такой жиры, нереальные условия работы. Вот нога болит, опухла, не могу стоять, но сейчас сезон, у нас там полный ресторан. Был у врача, они говорят, надо делать операцию. Я говорю, какая операция, мне надо работать, что я могу сделать. То есть это все кажется красиво, он еще прислал фотки, где он вообще весь мокрый. Это, конечно, колоссальный удар по здоровью, но он знал, ради чего это он делал. Я как только приехал в Лион, первым же делом он отправил свое CV. Мне на следующий день пришло письмо, причем красивое такое в конверте. И там было написано этот «Поль Бакюз», я подумал, неужели? О, чудо! Я думал, что я готов. Я открываю конверт, и там красивым языком написано, что мы не берем не выпускников института Поля Бакюз, Института Поля Бакюз в кулинарии, это как Оксфорд, Гарвард, то есть это топ-топ-топ. Там год обучения стоит 20 тысяч евро, то есть туда со всего мира люди приезжают, в основном из Штатов, из Японии. Япония и Поля Бакюз – это вообще там просто господь бог. Почему Поля Бакюз? Потому что Поля Бакюз – это первый шеф, который открыл ресторан вне своей страны. Это первый шеф, который вывел поваров в зал. Это первый шеф, который снимал кулинарные передачи и продвигал поваров. То есть он очень много сделал именно для индустрии, как для поваров. На него реально, то есть очень многие прям молились. Ну, представьте себе, кстати, это было где-то на первый-второй месяц пребывания в Лионе. Вы садитесь в метро, я еду на работу, смотрю, спускаются повара в кителе, вот так, там, с круткой ножей. К ним подходят туристы и фотографируются с ними. То есть там повара – это как звезды. Я подумал, вау, круто. Или идешь по городу, и там граффити этого Поля Бакюза, то есть написано, как там, не знаю, Майкл Джексон, или как там «Цой жив», там «Поль Бакюз с Эйстуар де Франс». То есть это, ну, это тяжело объяснить, это религия. То есть там за столом люди могут до драки спорить о рецепте. Понимаете? То есть это, когда ты в это все проникаешь, ты понимаешь, что еда – это не так узко, как нам кажется. Это не набить желудок другим людям. Это передать свою философию, это поделиться какими-то своими эмоциями, историей в первую очередь, да. Что Поля Бакюза уже нет, но его кухня останется. Это фантастика. Я помню, в один день я прохожу на работу. Шеф мне говорит, типа, не переодевайся, типа. Я думаю, что у меня уже уволили, что я уже надел. Он говорит, поехали, типа, со мной. Я подумал, может, на рынок хочется со мной поехать, там, что-то показать. Мы приезжаем в его главный ресторан Поля Бакюза. У них 8, есть главный, Поля Бакюза, так называется, Шеп Поля Бакюза, то есть дом Поля Бакюза. То есть ресторан, который держал, точнее, три звезды Мишлен, дочь всех в мире. И мы заходим, там как раз еще было время перед сервисом, там делали заготовки. Я захожу на кухню, я забыл все языки мира, у меня просто такая, знаете, улыбка идиота была. То есть я просто так смотрел, то есть мне не верило, что я там, то есть ты заходишь, это даже не похоже на ресторан, это как музей. То есть все вот эти кастрюльки там идеально, просто это трудно передать. Я шефу сказал прямо сразу, что я буду работать полгода, если он может мне дальше рекомендовать, опять же, хорошо себя проявлю, он сказал да. Он сдержал свое обещание, реально безумно ему благодарен. Он меня устроил, это был ресторан, называется Кристиан Тед Дуа, очень известный ресторан в Леоне. Я вот помню первый день, я захожу на кухню, подходит ко мне су-шеф, подходит ко мне в первый день, даже не зная моего имени, ничего. Близко прямо к лицу, и говорит, ты говно. Я говорю, пардон? Я думал, он какой-то розыгрыш, наверное. Говорит, нет, нет, ты все правильно понял. Он говорит, моя мертвая бабушка работает быстрее и лучше тебя, так что давай быстрее, если хочешь здесь работать. И он мне дал ящик с помидорами, мне нужно было их бланшировать, там, аж парить в кипятке, снять шкурку, короче. Я там сделал вроде, он подходит, смотрит, берет их, бросает на пол. Все, вот все, что я сделал, часто там потравил работу. И говорит, Деборас, собирай. Стоит, смотрит на меня. Я улыбаюсь, говорю, выщаешь? В первом ресторане у меня была очень сильная вот эта агрессия. Типа, блин, как они так могут? Они, типа, уничтожают тебе личность. Это правда. На самом деле, задача в таких ресторанах такого уровня, первый месяц, как в армии, уничтожить тебе максимально личность, чтобы ты был просто боевой единицей, у тебя не было своего мнения. Изначально я думал, что это неправильно. Вот, должно быть творчество, каждый человек – это личность. Но, когда у тебя на кухне работает 30 человек, когда у тебя на двери висит одна, две, а тем более, три звезды Мишлена, то есть ты работаешь на, ну, на запредельном уровне постоянно, то у тебя не должно быть человека, который там «Шеф, а мне как…» Нет, не кажется. Все, шеф сказал, мы делаем так. Чтобы вы понимали, я видел, как взрослые мужики плакали на кухне. Я играл в море. У вас был момент, когда еще время в плек. Спустя месяц там скинул где-то 10 килограмм. На третий день у меня на работе шла кровь из носа. Еще в Молдове, ну, что ты вот это звен, лукраш, ха-ха, а, шеш, смейзу цыгар, смейзу, 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 смейзу. Ну, это зила, это лукраш, а не стая, не все, что ждет уара, ты успеешь, смейзу, 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 смейзу. Он прошел, я налезал там где-то в ведро, он вернулся, выкинул, он говорит, типа, не нашу уровень, типа, все. Час. Все. До свидания. Мне опостила впервые мысли, что реально хочу вернуться домой. И что, когда я увидел из его Instagram posts, как этот парень путешественник, который использовал опыт по кругу на Пол Бокусе, снова в Молдове, я сказал, уууууууу, здесь нужно было что-то. То есть моменты, когда мы начали, что я не могу, потому что мне нравится. Стои лолтерил, как саш. Нет, не стоишь в горячке. В конце не стоишь. Алло! Алло! Даша! Это глухая, что ты знаешь? Нет. Allez, allez, Alex! Алекс, Илья, быстро! Спустя месяц там скинул где-то 10 килограмм. Где-то на третий день у меня на работе шла кровь из носа. И где-то через неделю меня прямо на работе во время сервиса меня вырвало от приутомления. То есть у меня было где-то две недели, где я вообще не мог есть. То есть, чтобы вы понимали, я видел, как взрослые мужики плакали на кухне. Были ребята, двое парней, я до сих пор помню, которые ушли из этого ресторана и навсегда закончили работу в общепите. Мне казалось, что я готов к поле бэкьюзу, то есть к рывку этому. Я отправил, я не помню где-то, я смотрел когда-то на почте, смотрел историю. У меня было 65 отказов. Я понял, что нужно прийти просто. Я взял CV, пришел первый раз. Говорю, шеф, это моя мечта, вуаля. Я приехал, у меня нет никого кулинарного образования, ничего. Я говорю, просто это моя мечта. Он говорит, нет, нет, нет. И потом через две недели мне перезвонили. Типа, ну, типа, ты там просился, мы тебе дадим шанс. Я говорю, я не спал всю ночь. Я выхожу, у меня этот велик стоял прямо возле двери, под навесом. Типа, балкончик такой был. Я открываю дверь, я через полчаса должен быть на работе. Я доезжал где-то за 15 минут, но специально, типа, пораньше прийти. Я беру велик, и первое колесо, переднее, спущено полностью. Короче, я в первый же день опоздал. Я говорю, шеф, шеф, тут мне так уже было неудобно. Короче, он мне дал первое задание нарезать лук, лук-шалот. Он прошел, я нарезал там где-то ведро. Он вернулся, выкинул, он говорит, ну, по нотру него, типа, не нашего уровня, типа, все. Час. Все. До свидания. И ближайшие полгода я занимался тем, что я нарезал лук. То есть, я устроился в другой ресторан. Он, кстати, был тоже мишленовский. Я стажировался в специально разных ресторанах, то есть, чтобы набираться опыта. Но каждый день я приходил в магазин за углом, покупал лук и дома нарезал лук. Мне, наверное, соседи все уже съехали, потому что они думали какой-то сумасшедший. У меня там луковая плантация была. Я каждый день нарезал лук. Каждый божий день. Спустя полгода я пришел опять, там уже все ржали, уже все. Все меня называли молдаван фу, типа, сумасшедший молдаван. Я сказал, знаете, у футболистов есть мечта играть за Леал Мадрид. У меня есть мечта о работе по Любакюзе. Я говорю, вы можете мне отказать еще тысячу раз. Я говорю, но я не уеду из Франции, пока я не буду у вас работать. Я говорю, делайте, что хотите. Я говорю, я попаду к вам. Где-то через месяц он мне позвонил. Там уже, конечно, все угорали, когда я пришел. Я нарезал лук, кстати. Он такой, типа, Настя, типа, помаль, помаль, типа, неплохо, неплохо. Я себя ловил на мысль, что у меня была одержимость вот этой целью. И я пришел, я говорю, сейчас смотри, давай, у меня есть предложение. Типа, дил, к тебе. Месяц я у вас работаю, не важно, на какой позиции. Мыть полы, там, чистить картошку. Мне все равно. Я говорю, если спустя месяц вы увидите, что я не достоин, не важно, какой позиции у вас в ресторане, этот месяц будет от меня в подарок. Я все равно не отстану от вас. Он на следующий же день мне позвонит. Вот этот месяц, это был однозначно самый тяжелый, наверное, месяц в моей жизни. И в моральном, и физическом плане, в совокупности. Я помню, что был сервис, была суббота, полная посадка. Шеф мне подходит, говорит, молдав, молдаванин, смотри. Вот так сухарики я хочу, чтобы были. Я говорю, да, шеф. Я такой воодушевленный, наконец-то, я у бакюза. Я помню до сих пор. Я беру эту тарелку, отношу на раздачу, где стоит шеф, проверяет, что все было красиво. Я только возвращаюсь на свой пост, поворачиваю голову, как-то краем глаза вижу, что-то летит. Поднимаю эту тарелку мне в лицо. БАМ! У меня течет кровь. Он подходит к моему посту, сбрасывает все мои заготовки на пол. Там меня покрывает трехэтажным матом. Девочки, это необычный ресторан. Это Поль Бокюз и вся кухня, 30 человек. УИИ, ШЕФ! Я до сих пор говорю, у меня мураш. То есть, ты понимаешь, что ты часть чего-то великого. То есть, это необычный ресторан, однозначно. Я был уверен, что меня не возьмут по стечении этого испытательного срока месяца. Я со всеми попрощался. Все в конце мне сказали, ой, тебе спасибо за бесплатный месяц. Я был уверен, что меня не возьмут. Я помню, я подхожу к шефу уже вечером, взял свои ножи, форму, сел на велик. Я говорю, шеф, спасибо за шанс, в любом случае. Он говорит, подожди, типа, с улыбкой, типа. Ты уже не хочешь работать в Поль Бокюз? Я вот такой был, несчастный. Меня как будто маршрутка сбила, как будто били семь человек. Я уже ничего не хотел. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, если ты еще хочешь, тогда завтра на работу выходи. В смысле? В смысле? В смысле? Что мы все можем сделать то, что мы захотим. Главное, это хотеть. Его туда никто не привел. У него там нет никаких родственников и так далее. Это не чудо, не наколдован. В том ресторане Поль Бокюз, который работал, это был обычный ресторан, как Броссерия. Это был ресторан без звезд. Он тоже был на очень высоком уровне, но я хотел попасть именно в его главный ресторан, Трех Звезды. Я позвонил шефу, говорю, шеф, если будет возможность стажировки, будет окно, там реально на год вперед забиваются стажировки. Я говорю, возьмите меня хотя бы на месяц, на два, чтобы я мог помочь, постажироваться, увидеть изнутри. Это музей, это даже не ресторан, это музей. И вот мне позвонили, я бросил сезон в Куршевель, я приехал, и представляете, как совпала эта фантастика. Я начал, я не помню, кажется, 16-го числа и 18-го числа, то есть мы перед сервисом, ну как в традиции, в принципе, сейчас такую же здесь делаем. Мы все садимся за стол, всей командой кушаем, и он жил прямо над рестораном, и за два дня до смерти я его увидел. То есть он реально сидел за столом, кушал, но он был уже очень больной, у него были проблемы с сердцем. Ну, то есть, ну, я постеснялся подойти, сфотографироваться, думал, еще как-то увижу его. И спускается его жена и говорит, месье поле пахти, то есть месье поле ушел от нас. Я тогда не понимал, наверное, до конца, потому что, наверное, может, я не был французом. Хотя для меня тоже была мечта к нему попасть. Для меня это больше было как идол именно кулинарный, но я понял, что умерла целая эпоха, то есть именно человека, который сделал очень многое, то есть реально там все на кухне повара, конечно, плакали. И прямо у меня была позиция, был как помощник, там было стекло. И прямо в центре этого двора статуя была ему, то есть при жизни еще. Он вот так сидит, то есть на скамейке во дворе. И я где-то через час обращаю внимание, что я не вижу этой статуи, что она была вся завалена цветами. То есть была очередь где-то на 5 километров, люди стояли в очереди, чтобы возложить цветы. То есть в Японии был 3-дневный траур, во Франции так же, как умирают как будто президенты, представляете? То есть величина этой личности была вот такая. Меня посетило впервые мысли, что я реально хочу вернуться домой. То есть каждый раз, когда я уезжал из отпуска из Молдовы, мне было все тяжелее и тяжелее уезжать. Потому что у меня здесь вся семья, друзья, то есть все. И я задал себе вопрос, что такое для меня Молдова? И я помню, что Молдова для меня, а, это люди, это реально очень крутые трудолюбивые люди, б, это наши продукты, то есть у нас аграрная страна, это абсолютно неразвитая, абсолютно наши продукты неразвитые, и ц, это вино. Я помню, что я хочу сделать проект, люди, продукты, вино. То есть соедините все вместе. И вот так, в моем моем информационном рождении, у меня был дмитрий Петренко, который сказал в постыриле сае, что он работал в свой ресторан у Пол Бокус. Для меня это название очень много, потому что, как будто, он маэстро в бухтарии французещи, у него есть ресторан, и у него работал один из наших молдовов, это означает что-то. И тогда, когда я говорила в постыриле салей инстаграм, что этот повар-путешественник, который аккумулят эксперимент на Пол Бокус, ревинен Молдова, я сказала, «У, у, а здесь что-то должно происходить». Верно в тот момент, когда я начал думать, что я хочу делать, где, как, я листал ленту в инстаграме, и мне в ленте фотография «Винодельный» попалась. Но там не было написано «Локация». Я такой, «Вау». Мне первая мысль, как бы было там круто открыть ресторан посреди леса, такой современный лофт, то есть как раз вот концепт такой. Я захожу на публикацию, вижу «Молдову Улму». Он такой, «Вау, в Молдове это?» Я думаю, это где-то во Франции, в Италии. Звоню, начинаю рассказывать, говорю, «О, я там шеф-повар, хочу вернуться там развивать молдовскую гастрономию, хочу, чтобы там туристы узнали о Молдове, так-так-так». Связали сразу с учредителем, я ему все это повторил, и он мне задает такой вопрос, первый же, он говорит, «Откуда ты узнал, что мы ищем такого человека?» Я говорю, «Ну не знаю, наверное, звезды сошлись». «Откуда ты узнал?» «Откуда ты узнал?» «Откуда ты узнал?» «Пентр у мальчиков, чтобы хорошо содержать какая-то бухаря, у resolved영у, это большая и очень важная, для того того слоя, потому что когда ты производишь вкусные, конечно, это очень важное, чтобы заботиться о людях, И если это из-за того, Плаком, что руны бухатаршие в талентат, то это лумя аридуарде кристигат. Когда кто-то выходит чуть вперед, все начинают за ним стремиться, потому что когда все варятся плюс-минус в одном каком-то болоте, всех все устраивает, а когда есть к чему стремиться, все потихоньку подтягиваются. Я хочу, как я говорил, сделать проект, основанный на людях, то есть рассказывать про наших людей через еду, делать гастрономические вечера, то есть я хочу соединять разновидные творчества. Сяра, добрый вечер. Меня зовут Лава Бояна. И как я сяра, знаю традиция. Мы предпочитаем приемы на пустыню с вами. Мы думаем, что я пустыню, когда я просто аз, ничего даты нового года. А кум, вы найдете с вами, дар его сигуркой где есть. Отвечаю вам. Она заходит вот там, каждый вечер. И у нас как раз есть вот шикарный остров, на котором я хочу делать вот такие гастрономические ужины, такие на небольшие абсолютно компании, как Chef's Table, то есть потому что это такое место очень сильно энергетически. В конце недели, когда накапливается усталость, у меня есть такая традиция, я прихожу сюда, на этот остров, такое место силы для меня, и просто вспоминаю все, что накопилось, нехорошее, и просто кричу. Что такое для меня молдавская кухня, это то, что я ел сам в детстве, в юности и так далее, то, что мы все ели. То есть, к примеру, это тоже жаркое, или подлива, да, то есть я зимой буду подавать хлеб просто с этой подливой, наваристой подливой, которую мы макали, брали теплый хлеб и макали в эту подливу. Скажите мне, что это не молдавская кухня. Или юшка от салата, да, который летний салат, когда вот первые эти помидоры из грядки, которые сладкие, ты аж в них цепляешься, как любимую девушку, прямо ешь их вот так, когда у тебя течет все. Я помню, когда я приехал из Франции, честно вам говорю, я вот до сих пор говорю, у меня аж начинает колбасить. Я иду по рынку, я вижу эти помидоры, они пахнут, и ты берешь этот помидор, и после французских вот этих идеальных, которые выглажены, все там желтые, красные, они некрасивые. Но ты берешь, и реально это как, не знаю, первые поцелуи, и ты ешь, ты понимаешь, что таких помидор ты нигде не ел. То есть, и ты ешь, и просто понимаешь, что они сладкие, ты делаешь из них салат с огурцами, с луком, и понимаешь, тебе не нужна никакая фуа-гра, устрицы, камамберы, пармезан. Если мы перестанем, говорю, жить в иллюзиях вот этих, что она, я не говорю, что она плоха, но в той форме, которая есть сейчас, мы должны ее модернизировать, должны ее дальше двигать. Время идет, мы застыли где-то в тех временах, так нельзя. Главный концепт моей кухни, это показать не только поваров их умения и знания, а показать именно людей, которые делают продукты, то есть небольших фермеров. Я заморочился, весь месяц я ездил по Молдове, искал фермеров, то есть, кто будет нам поставлять овощи, брынзу, мясо и так далее, рыбу. Все это мелкие фермеры, я хочу показывать этих людей, я хочу делать ужины, посвященные им, чтобы гости с ними знакомились, на следующий день садились в машину, ехали к ним на ферму, покупали их продукцию. Главный концепт мой, идея была покупать продукцию как можно, и в качестве которые нужны для меня, чтобы поддержать продукцию. Я считаю, что пора это делать, потому что, пока у нас будет сотни итальянских ресторанов в Молдове, и мы будем поддерживать итальянскую экономику, заказывая итальянские продукты, поезд не сдвинется. Я узнал, что есть 15 видов брынзы, 15 разных сроков выдержки, мягкая овеча, брынза, что угодно, но абсолютно не раскрыта эта тема. Мы закупаем в это время тонны пармезана и моцареллы, в то время как наши фермеры уезжают в Италию подмывать за стариками, потому что им нет работы, у них нет рынка сбыта. Это парадокс такой, который меня очень, на самом деле, мучает, напрягает. Я хочу, чтобы мы стали именно вот этим первым локомотивом, который сдвинет потихоньку с места это, и другие рестораны поймут, а, точно, можно работать с локальными продуктами. Посмотрите, здесь 50 оттенков фасоли можно снимать, просто порнофильм про фасоль. Посмотрите, разные цвета, вы только что видели розовую, сейчас уже красная, белая, это фантастика, просто фантастика. И вы не спрашиваете, почему я люблю ферму. Валя, мы сделаем сегодня угощение, наверное, из этого. Чтобы вы понимали, я с утра еще не знаю, что я буду готовить через 2-3 часа. Это очень непросто, особенно в команде моей, то есть перестроиться после того, как они всю жизнь готовили по калькуляциям технологические, цезарь греческий. И сейчас, когда я им говорю, они спрашивают, шеф, а что будет на следующей неделе? Я говорю, ребята, я не знаю. Они такие, как, шеф? Как? Все пропало, шеф. Я говорю, успокойтесь, мы придем на рынок, мы идем на ферму, посмотрим, что нам дает земля. И дальше уже будем думать. Я считаю, что абсолютно наша кухня может выйти на международный уровень. Есть этому явный пример, вот, пожалуйста, ресторан в Словении, то есть шеф-повар-женщина в деревне, глухой, куда люди приезжают со всего мира, то есть поесть, потому что ее ресторан входит в список 50 лучших ресторанов. Это фантастика. Почему этот пример не должен стать для наших шеф-поваров примером? У меня были сомнения, но судя по тому, что у них фуллбук уже, не знаю, которое время бронирует у них все наперед, то есть я думаю, что это интересно. Я являюсь бренд-шефом на данный момент. Что это такое? Чем отличается от работы шеф-повара? Бренд-шеф приходится своим концептом, своим видением меню и с развитием проекта. То есть о чем это говорит? В том, что у меня больше полномочий, как при наборе персонала, я занимаюсь набором персонала и зала, и кухни, я занимаюсь участием маркетинга, то есть работаю с поставщиками. То есть у меня больше полномочий, потому что я понимаю, что этот проект невозможен, если я буду заниматься только кухней. То есть на кухне у меня есть шеф-повар, который отвечает за кухню, за то, что мои блюда выходили именно так, как я их вижу. Он тоже, конечно, работает со мной в команде, он предлагает свои идеи. Раду, кого ты позвал? Раду, повтори, пожалуйста. Раду, прием. Мы сейчас запускаем нашу ферму, то есть я хочу поставить задачу через 2-3 года, что мы полностью ушли на собственное обеспечение овощей, то есть желательно, конечно, и птицы, то есть мы сейчас ее засеяли, то есть у нас также есть наше озеро, где есть рыба. То есть это больше полномочий, самое главное это концептуальное меню, которое ты принуходишь и вносишь непосредственно в сам проект. Дмитрий Петренко, ажунганд, чтобы быть бухтаром-шефа Лунеи Винерии, он получил, в факт, шанса, чтобы показать что-то хорошо что-то делали в лекции дома. Потому что, получивая эксперимента в стране и возвращая в Молдова, это был идеальным для него, чтобы работать для Винерии, чтобы, с помощью этого, получить ингредиенты и сотрудничать с продукцией. Лунеи, как я говорил, это проект, это люди, продукты и вино. Я считаю, что вино это наше национальное достояние, абсолютно. И главная проблема, что в Молдове, что она никогда не была садена с едой. То есть у нас в ресторан приходишь, громадная винная карта, громадное меню. Я сделал не обычное меню, а лекарты, как и в всех заведениях, я сделал сеты. То есть у нас будет white set, rose set, red set, champagne set и chef set. Ты приходишь, ты отключаешь свою голову, просто наслаждаешься. Хочешь белое вино? Пожалуйста. Для тебя уже шеф-повар Сомелье подобрал меню. Закуска, основное блюдо и десерт. Молдове, как и в саду. Считаем роману? Да, мы все знаем! Мы будем любить и счастье, если вы хотите. Но мы будем любить еще раз. Давайте идем! как и вчера и сегодня, прожитая, и социей, и немного бронзов, и все остальное, и все остальное, не знаю, но это очень вкусно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы изменили полностью концепт И многие гости, которые раньше сюда приезжали У них были определенные ожидания Что будет классическая молдавская кухня Определенные цены и так далее То есть они приезжали и как бы расстраивались Что они получали другой продукт Он был ни лучше, ни хуже, он просто был другим продуктом Это было написано Форма То есть у многих была претензия именно в форме Что она была агрессивной То есть в основном даже не к содержанию Понятно, что были и крайности, как везде есть Которые говорили, что нас нужно сжечь Что мы такие капиталисты Что мы не хотим всех гостей А мы не хотим всех гостей, это нормально То есть мы не доллар, что всем нравится У нас есть свой концепт Мы его выбрали, это наш путь Можем ошибаться Может он никому не зайдет Но он уже зашел Люди из Молдова Они хотят что-то новое И они хотят И они хотят Не все, но ничего не нужно Это абсолютно грешит Существует Существует На каждой продукте есть своя цельная аудитория Это не означает Что мы кого-то любим А кого-то не любим Просто если ты выбрал путь Ты по нему идешь Всем понравится нельзя Мы поняли, что мы сделали однозначно что-то не так И основная претензия у всех была про посыл Не про сам текст Мы поняли, что мы чуть-чуть перегнули Оля, мы это признали, это правда После этого поста У нас стало еще больше работы Если до этого поста у нас резервация была за неделю вперед Сейчас за две недели вперед И приезжают уже гости подготовленные Они знают, чего ждать от нас Мы знаем, чего ждать от них То есть все отлично Абсолютно То есть мы извинились за главную претензию за посыл Что он был агрессивный И мы идем дальше Мы работаем И самое главное, что я понял Что всегда быть сложно первым Особенно в небольших таких странах Когда там все друг друга уже как-то знают Уже какой-то есть такой мировой порядок И когда кто-то начинает говорить прямо и в лицо Кто он и что он хочет делать Конечно, у многих начинает разрывать все Сегодня я решил приготовить открытую плацинду С брынзой от нашего фермера Кости Эта идея мне пришла в голову На основе французского десерта Тарта Тана Это такой классический французский десерт На основе карамелизированных яблок Я когда начал думать Окей, баклажаны Я хочу сделать что-то с баклажанами Я понял, что баклажаны, как правило, превращают Или там в кашу, в какое-то пюре Не знаю, в икру Я хотел показать максимальную текстуру этого продукта Я взял баклажан Разрезал напополам Сделал прорези Приправил его нашим тайной смесью специй С солью, перцем Добавил туда чеснок, тимьян с грядки И все это обжарил на открытых углях Пожалуйста, молдавская техника Лагратар, как говорится То есть дал обязательно ему дымок После этого я снял аккуратно само филе баклажана Сделал отдельно пюре из запеченного вот этого чеснока Потому что он потерял вот эту свою терпкость Отдельно я приготовил соус на основе наших сладких консервированных гагашаров Я выпалил сначала вот этот маринад, в котором мы не мариновались Потом добавил белое вино, выпарил его Потом я добавил куриный бульон Я выпарил его Потом я взбил его в блендер И в конце, чтобы это все стало однородным Сделал из него эмульсию Добавляя оливковое масло, чтобы это все превратилось в однородный соус Это чисто локальные продукты Кажется, это очень просто Но есть там много своих нюансов Это блюдо, которое, кстати, дольше всего у меня не получалось Именно так, как хотел идеально Но мы с командой закрылись где-то на месяц Каждый день мы пробовали, пробовали, пробовали И в конечном итоге получилось то, что получилось Я очень-очень доволен И тут получилось, все сложилось вместе Картинка Сладость гагашар, соленость брынзы Текстура баклажана Ты кладешь это в рот и понимаешь, что тебя кто-то туда поцеловал Эваря, господа Новая молдавская кухня Открытая плацинда Все, займа закончилась У Молдовы и у молдавской кухни есть громадный потенциал Абсолютно нераскрытый Потому что у нас есть шикарные земли Мы можем выращивать фантастические продукты круглый год У нас отличный климат И самое главное, что у нас очень много земель По абсолютно смешной цене У нас сейчас молодые ребята, наши помощники Они собирают это Поверьте мне, они гораздо сейчас уважительно относятся к этому баклажану Чем до этого Когда они его чистят Они понимают, какой это дикий труд Его вырастить, собрать Потому что они с утра здесь все в грязи, в поту Но они уважают продукт И когда они будут его готовить Они будут так же уважительно к нему относиться Они лишь бы непонятно как Я поставил цель перед нашей командой Чтобы этот ресторан за 5 лет попал в список 50 лучших ресторанов мира Это будет дико сложно Но если мы это сделаем То улдавская гастрономия будет известна во всем мире И сюда будут люди реально прилетать на самолете Садиться в такси и приезжать прямо сюда Просто, чтобы поесть нашей еды Садиться в такси и приезжать на самолете Садимся в такси и приезжать на самолете Садимся в такси и приезжать на самолете Продолжение следует...